Привет, друзья! На днях появилась новость, которая буквально взбудоражила все игровые медиа и интернет. Данная новость касается партнерства Crystal Dynamics и внутренней студии Microsoft, инициатива, которые объединились, чтобы создать перезапуск Perfect Dark. Кто-то этому обрадовался, кто-то увидел в этом негатив, а кто-то и вовсе не понял, что произошло, и как так получилось, что к внутренней студии Microsoft присоединилась одна из самых крупных студий издательства Square Enix. В общем, давайте обсудим, что это все значит для игры Perfect Dark, Xbox и Crystal Dynamics. Присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра! Итак, инициатива. Недавно создана студия Microsoft, которая укомплектована слитками игровой индустрии из самых разных студий по типу Rockstar, Нутик Дог, Санта Моника и других самых крупных и известных студий со всего мира. Во главе команды стоит ветеран индустрии Даррел Галлахер, наиболее известен своим успешным перезапуском серии Tomb Raider. В данный момент они занимаются перезапуском популярной шпионской игры времен оригинального Xbox Perfect Dark. Игру анонсировали во время шоу The Game Awards 2020, к тому моменту она была в разработке примерно там около двух лет, на сегодняшний день уже около трех лет. И буквально на прошлой неделе мы получили шокирующую свежую информацию про Perfect Dark от этой студии. Вот что они заявили. Мы сотрудничаем с Crystal Dynamics командой мирового класса, за плечами которой стоит такая франшиза как Tomb Raider. Цель нашего сотрудничества, чтобы создать шпионский триллер от первого лица для консоли нового поколения. Наша команда не могла упустить возможность, чтобы поработать вместе. Игра все еще находится на раннем этапе разработки. Но мы не упустим такую возможность, чтобы реализовать наше видение идеальной Perfect Dark. И вот с этого самого анонса о присоединении Crystal Dynamics к разработке Perfect Dark и началась твориться полная жесть и неразбериха в игровых медиа и в интернете в целом. Мнение в интернете настолько разделилось, что я был в шоке, читая некоторые статьи и некоторые комментарии по типу. Неужто с командой разработчиков и самой игрой что-то не так? Они не справляются своими силами? Почему привлекли еще одну студию? Они точно не тянут новый проект. 4А студия, а сами не могут закончить разработку. Почему игра все еще на ранней стадии разработки даже спустя 3 года и все в таком духе? В общем, было много вопросов и самое главное, что большинство из них было внезапно в негативном ключе. Господи, читая подобные статьи и комментарии, мне не покидало ощущение, что мы увидели какие-то разные сообщения от разработчиков. Что ж, в первую очередь хочу сказать, что я вообще не понимаю, как можно было увидеть в этой новости хоть какой-то негатив для разрабатываемой игры. Студия инициатива имеет в своем штате около 70 человек. И изначально она задумывалась как небольшая, но очень опытная и талантливая команда с огромным послужным списком за спиной. И которая будет заниматься созданием концепта, core mechanic, сюжета, стиля и остальными именно базовыми вещами для игры. Следующим этапом разработки после создания базовых элементов должен был быть подбор подрядчиков. Грубо говоря, рабочих рук, которые будут под чутким руководством воплощать в жизнь ту игру, которую придумали в офисе инициатива. Ну и параллельно, само собой, они придумывали бы какие-то там новые идеи по типу расширения элементов геймплея и так далее. То есть, с самого первого анонса о создании инициативы, Фил Спенсер заявил, что эта студия уникальна, с уникальным подходом к разработке. Поэтому удивляться такому твисту в принципе нет смысла. Да и в целом, подряд это в принципе абсолютно нормально в игровой индустрии. Все мировые студии привлекают подрядчиков. Просто данный случай уникален тем, что для создания игры от инициативы, Microsoft решила нанять одну из самых известных студий мира, которая будет воплощать в жизнь то, что придумала инициатива. То есть, не каких-то там подрядчиков из разных команд, но мировую и дорогую студию. И поэтому я и не понял, в какой момент медиа перевернули новость о том, что инициатива получила просто огромный бюджет на разработку своей игры, в то, что инициатива в беде. И теперь самое интересное, и почему я хочу умножить на два эффект вау от такой коллаборации. Это то, что Даррел Галлахер был руководителем Crystal Dynamics в прошлом, когда перезапускал серию Tomb Raider. То есть, они хорошо знают Даррел Галлахера, а он их. Они знают, как вместе работать и так далее. То есть, процесс адаптации будет минимальным. Ведь по сути, он будет руководить двумя близкими к себе студиями. Одну он создал сам, второй он долгое время руководил в прошлом. И насколько я знаю, он был тем, кто взрастил Crystal Dynamics. Именно поэтому Crystal Dynamics в связке с инициативой является самой лучшей студией-подрядчиком, которую в принципе можно было бы найти для команды инициатива. Я абсолютно не понимаю, как в этой новости можно было найти хоть какой-нибудь оттенок негатива. Игра сейчас в лучших руках, чем когда-либо могла бы быть. Это же просто бум. Эта новость буквально бомба для тех, кто интересовался и ждал этот проект. Еще раз хочу подчеркнуть. Бюджет игры Perfect Dark, похоже, становится действительно огромным. Именно огромным. И это очередной сигнал о том, что верхушка Microsoft очень серьезно нацелена на качество в своих продуктах. Ведь создание с нуля такой студии, как инициатива в Санта-Монике, это очень недешево. Привлечение слитков игровой индустрии для этой студии тоже очень недешево. И привлечение для разработки игры такой сторонней студии, как Crystal Dynamics, у которой штат около 400 человек, является тоже крайне недешевым занятием. Microsoft вместо каких-то там подрядчиков нашла лучшую команду, которую в принципе можно было найти для разработки Perfect Dark. Это просто браво. И в такие моменты я реально понимаю, что слова генерального директора Microsoft, кстати, Наделла, про то, что Xbox больше не находится на обочине Microsoft и становится более центральным продуктом в компании, не являются пустыми словами для фанатов. И все это указывает на то, что Microsoft верит в созданный концепт и базу новой игры, этой инициативы. Иначе я не думаю, что они выделили бы такую сумму денег на разработку проекта, который бы их не удивил. Кроме того, данная новость породила еще одну спекуляцию на тему того, что после завершения этой игры Microsoft может выкупить Crystal Dynamics у Square Enix. А этот совместный проект является как бы испытательным для Crystal Dynamics. И, кстати говоря, ходят слухи, что такое партнерство с Microsoft в данный момент для Square Enix является единственной возможностью, чтобы удержать на плаву эту студию. Якобы Marvel Avengers оказалась крайне сильным провалом и Square Enix понесла колоссальные финансовые потери. И сейчас она просто не в состоянии тянуть такую крупную студию из 400 человек, которая состоит из трех команд. Что ж, по этому поводу я не знаю, что сказать и я не знаю, как оно будет дальше. Но мне кажется, что если партнерство между инициативой и Crystal Dynamics пройдет успешно, то Microsoft вполне могут выкупить эту студию. Ну и в том случае, если для Square Enix они не будут представлять больше интереса, само собой. Или в том случае, если они просто не смогут тянуть эту студию больше. Если так случится, я считаю, что Crystal Dynamics идеально впишется в структуру внутренних студий Xbox. К тому же, для следующей части Perfect Dark будет крайне сложно найти более подходящую команду разработчиков, нежели Crystal Dynamics. Ну и я даже не могу представить, на кого бы они могли бы еще поменять эту команду, в случае, если там Square Enix найдут для Crystal Dynamics новый проект какой-нибудь другой. То есть, в принципе, я не исключаю, что это является первым шагом на пути к перебретению. И было бы круто, если бы это случилось. А еще было бы круто, чтобы Microsoft вместе с этой студией выкупила бы и права на Tomb Raider у Скворечников. Ведь, по сути, им эта франшиза без Crystal Dynamics и не нужна будет, кто ей будет заниматься. А построить на следующую часть Лары Крофт под руководством Даррела Галлахера я бы очень хотел. Да и в целом, новая трилогия Tomb Raider мне очень зашла. Хотелось бы увидеть продолжение, но уже на консолях нового поколения. В общем, не знаю, как оно будет дальше, не хочу завышать ничьи ожидания по этому поводу, но я буду держать кулаки за присоединение Crystal Dynamics к Xbox. Так как в руках Даллара Галлахера это будет Джим Чужина, который сможет работать и на Perfect Dark, и на Tomb Raider параллельно. Но сейчас самое главное, чтобы обе их студии получилось создать ту игру, которую они задумали во вселенной Perfect Dark. В общем, вот такие новости, ребята, и я надеюсь, у меня получилось донести до вас информацию, что эта сделка является по-настоящему вау и несет в себе только позитив для игры. И когда ждать новую игру во вселенной Perfect Dark я, честно говоря, не знаю, но я уверен, что ожидания оправдаются, когда обе студии закончат свою работу над ней. Слава богу, до момента выхода этой игры у Xbox хватает студии, чтобы игроки Xbox не сидели без игр. Я лично не знаю, к чему может привести такая коллаборация, и безусловно, не стоит завышать ожидания по поводу присоединения Crystal Dynamics к Xbox. Но в игровой индустрии сейчас происходят определенно интересные вещи. Теперь жду Perfect Dark сильнее, чем когда-либо. Сейчас лучшее время, чтобы быть геймером. Спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить и видеть больше новостей от меня. И до встречи на стримах и следующих видео. Пока-пока.